И зачем кто-то получает, значит кто-то теряет. По большому счету, здесь компания BenesGPS, это не компания, которая, скажем, занимается спонсорством организации, это компания, которая построена для того, чтобы зарабатывать денег. Но идея заработка здесь денег, это как раз не, скажем так, огульное зарабатывание на максимальные прибыли из каждого транспорта, а массовость. То есть фактически простому водителю маршрутного такси это будет стоить 4 гривны в день. То есть это будет стоить 120 гривен в месяц. То есть фактически один человек, который приедет в маршрутке, обеспечивает стоимость, скажем, этого GPS-трекинга на один день. То есть прибыль предприятия есть. Мы в своей маржинальностью посчитали, посчитали, что это может быть выгодно. Для нас, для города, мы посчитали, что это будет оптимальная цена, минимальная, которую мы смогли получить. И в принципе считаем, что это очень демократическая цена, очень демократичная. Что же касается, какие могут быть прибыли дополнительные у коммунальных предприятий. Ну, в первую очередь приведем пример. Установка данных GPS-трекеров на снегоуборочную технику позволит не только контролировать перемещение техники по заданному маршруту и чистки улиц, но и сигнализировать оператору, если, допустим, кто-то решил куда-то завернуть и заработать дополнительных денег за счет коммунального топлива или рабочего времени. Или кто-то, например, остановится и решил поспать во время снегопада, в то время, когда нужно очистить и постоянно производить чистку. Эти все вещи можно программировать и нужно контролировать. Остановку долгосрочную, съезд маршрута и прочее все остальное. Чем это хорошо для николаевцев? Ну, в общем-то, все. Такая экономия сумасшедшая. Далее логистические вопросы, которые мы также будем реализовывать. Какие планы на будущее, я думаю, мы также обсудим. В принципе, здесь сегодня присутствуют руководители коммунальных предприятий, которые связаны с транспортом или вообще с автомобильным, либо другим, либо, скажем так, подвижным составом. Здесь также присутствуют руководители водоканала и многих разных других предприятий, которые рано или поздно мы будем устанавливать данный трекер, получать информацию с этих трекеров. Используя эту информацию, мы можем анализировать, скажем, информацию с каких-то контролем. Например, открытие задвижек, работа датчиков протока, которые будут говорить, сколько там воды противового и так далее и тому подобное. То есть, фактически, вот это начало, которое сегодня положено и которое сделано, будем так говорить, для жителей облегчит их жизнь с возможностью скачивания бесплатного приложения и установки его в телефонах, смартфонах и наблюдения за транспортом, сможет в дальнейшем перерасти в более серьезную работу, которая, так называемая, работа со смарт-сити. То есть, когда город просто становится сплошной системой, которую можно контролировать, изучать и оптимизировать расходы городского бюджета. Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то вот то, что сегодня здесь будет презентоваться, это первые шаги к вот этому самой борьбе. Не просто громогласные заявления, а реальные действия, которые позволят городу экономить тысячи, сотни тысяч гривен.